Что делать, если не можем примириться со своими родителями? Ответ на этот вопрос будет зависеть от конкретной ситуации. Дети живут вместе с родителями или раздельно? Если раздельно, дети должны проявлять любовь и внимание к ним и оставить их на попечение Божье. Если родители не могут понять, что дети их любят, и не могут удовлетворить все их просьбы, так как у них есть свои проблемы, то следует взять дистанцию и больше заниматься своей семьей. Если человек семейный состоит в браке, то родители для него должны уйти на второй план. Таинство брака ни под какими предлогами не должно разрушаться. И муж, и жена пусть держат своих родителей на расстоянии, если они создают препятствия их семейной жизни. Если дети живут отдельно от родителей, то все намного проще. Пусть постараются уважить родителей, объяснить особенности своей ситуации. Если же те не хотят войти в их положение, то пусть остаются при своем мнении. Нужно оставить споры и только молиться о взаимном просвещении. У всех у нас разные душевные и умственные способности, разные духовные уровни. Не будем гневаться и ссориться. Может быть, родители — простые люди, и их менталитет или воспитание не позволяет им что-либо менять. Не будем их за это ругать и враждовать. Молитесь, Господь просветит. То есть, установить разумную дистанцию с родителями — это правильно? Не только не грех, но и необходимость. Особенно для молодой семьи. Господь говорит «Оставит человек отца и матерь свою и прилепится к жене». Не надо пытаться стать большим христианином, чем сам Христос. Даже если родители понимают тебя и поддерживают, все равно новой семье лучше держаться на расстоянии. Тем более, если возникают конфликты. Скажите родителям, что как они жили своей жизнью, так и вам необходимо жить своей жизнью. Если другой человек не понимает допустимых пределов, необходимо ему эти пределы обозначить. Не допускать, чтобы вас угнетали. Потому что есть люди, которые делают это специально. Кто-то из-за своей властности садится на голову. А есть такие, кто выходит за пределы допустимого поведения просто из глупости и недалекого ума. Необходимо таковых поставить на место. Строгость тоже необходима. Некоторые родители ждут от своих детей помощи во всем. Словно исполнение долга и обязанности детей перед ними. Но после создания семьи у человека возникают новые приоритеты. Все родители ожидают от детей сыновьего долга. И это логично. И все дети желают помогать своим родителям. И это естественно. Когда я был маленьким, мама для меня была на первом месте, пока я не вырос. Сколько могу, я и сейчас ей буду помогать. Но если твоя семья испытывает трудности, то нужно быть очень внимательным. Невозможно помогать родителям, разрушая свою семью. Часто, наоборот, родители помогают детям, когда те нуждаются. Это тоже естественно и по-христиански. По возможности мы помогаем и тем, кто не является ни нашими детьми, ни родителями. Тем паче мы должны помогать своим родным, когда есть такая возможность. Если нет возможности помочь, мы должны сказать ясно. Сожалею, но я могу помочь только в такой мере, до таких пределов. У меня жена и дети, которых я должен кормить. Необходимо обозначить допустимые пределы в такого рода общении, если люди не понимают этого, или же забываются по наивности или простоте душевной. Можно советоваться с духовником, но не ждать, что из его уст, как из уст пророка, изречет повеление Господь. Обращаться к нему не как к великому старцу, который проречет нам непогрешимые премудрости, а как к духовному человеку, который тоже может ошибаться. Господь же, видя ваше смирение, и родителей просветит, и вас, и все будет прекрасно. Почему? Потому что Бог смирен нам дает благодать. А когда приходит благодать Божия, все проблемы решаются, даже те, которые выглядят неразрешимыми. Субтитры создавал DimaTorzok и, конечно, неудачен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok и, конечно, неудачен. Субтитры создавал DimaTorzok